МММ-2011 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 Минус какие-то эти самые, это не имеет значения. То есть это все активные участники, которые вот именно проявляют себя, общаются с десятниками. Мертвых мы не считаем. У нас там полно еще зарегистрированных и, так сказать, мертвых душ, но их мы не учитывали. МММ-2011 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 ММ-2011 МММ-2011 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 ММ-2011 МММ-2011 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 С другой стороны, вы говорите, что она фактически может существовать всегда. Но, возможно ли такой форс-мажор? Будет кризис. Люди, возможно, будут без работы. Это совершенно ясно, что будут захотеть забирать свои деньги, чтобы прокормить семью. Что останется в пирамиде? Это происходит вообще на самом деле. Сейчас у вас что вообще? Вот у вас в стране, да и у нас тоже в России. Там масса людей, которые просто с голоду вообще в нищете в полной вообще. Так вот, пирамида. И это вообще совершенно на работе пирамиды негативным образом не сказывается. Потому что пирамида, в современном обществе денег достаточно для всех. Просто у одних они миллиарды, а у других нет ничего. Вот пирамида, это механизм перераспределения средств в обществе. Почему? Потому что люди, которые вкладываются, они держат деньги как можно дольше. Потому что проценты настолько высокие, что вот если, например, вы представьте, вы вложили, платят. Вот действительно, вы убедились, что платят от 20 до 75 процентов в месяц. Что все это правда. Естественно, вы не будете забирать деньги без крайней необходимости. Ну правильно, зачем вы забираете, если они растут все время в цене. Забирают только те, кому они действительно нужны. Самые нуждающие, самые... То есть система помогает как бы вот за счет того, что денег в обществе более чем достаточно. Она помогает самому не обеспеченному своему населению. Вот что происходит. Это совершенно добрая, социально ориентированная система. Но если у людей не будет работы, не будет дохода, значит кто-то заберет и заберет с процентами, а кому-то не достанется ничего? Почему не достанется-то вообще? У кого-то вот того, у кого миллиардовая... Что такое миллиардер? Вот у него миллиарды на счету. Это же абстрактные деньги. Он им никогда не пользуется. Их можно отдать вообще людям, которые в них нуждаются. А у него почти будет миллиард. Он же не знает, что их нет у этого миллиарда. Это же виртуальный миллиард. Когда он потребует откуда-то что-нибудь взять, это можно из других средств. Ему подбросить, чтобы он взял и все. Вот что. Это же все виртуально. Вы приводили пример о том, что может замкнуться пирамида. Что это означает? Когда она охватит весь мир. Вот почему говорят, что она там, я не знаю, рухнет, да ничего подобного. Она будет расширяться все быстрее и быстрее, пока не охватит весь мир. Поскольку сейчас нет никаких границ, интернет. И вот можете посмотреть у меня на сайте. Там участники уже со всего мира абсолютно. Ну, со всего. То есть когда она охватит весь мир, говорят обычно, а что будет, когда кончатся люди типа на земле? Вот что будет? Катастрофа? Да ничего подобного. То есть система замкнется. То есть замкнется в том смысле, что если кто-то из пирамиды что-то забрал и что-то на эти деньги купил, то продавец, он же тоже участник, он сразу же их назад и вернет. То есть деньги из пирамиды уходить не будут. Пример замкнутой пирамиды – доллар. Почему он не рушится? Потому что куда из него бежать? Ну, луну разве что. Кроме того, с течением времени, когда все участники станут пирамидой, то мавра – это наша внутренняя валюта – вытеснит просто-напросто доллар. Поскольку людям не зачем будет промежуточный этап делать мавру, менять на доллар, а потом опять за доллары покупать мавру. Просто будут обмениваться между своим маврой и все. КОЖЕН НОВИЙ УЧАСНИК МММ ПОВИНН ПРИЄДНАТИСЯ ДО ДЕСЯТКИ. ДАЛІ УЧАСНИКИ ПІРАМІДИ ЗАЙМАЮТЬ ПЕВНІ ШЧАБЛІ. Найнижчий рівень – десятники, над ними – сотники. Потім – тисячники, десятитисячники або темники і стотисячники. ДАЛІ ТОП-МЕНЕДЖЕРИ ПІРАМІДИ – мільйонники, а на самій вархівці – особисто засновними. ДАЛІ ТОП-МЕНЕДЖЕРИ ПІРАМІДИ Почему вы так уверены, что человек, который получил, продавец, да, который что-то продал, получил миллиард, он обязательно вернет в МММ? Он же может купить себе остров в океане. Это модно среди богатых людей. А если он купит остров в океане, продавец острова куда денет деньги? То есть он тоже будет в системе. Он купит что-то другое. Кто-то это другое вообще куда денет. Если все в системе, то как они не крутятся деньги… А сейчас вы говорите о потенциальном, когда это охватывает абсолютно всех и абсолютно весь мир. Да, потому что именно этот момент у всех камень предоткновений, что вот когда кончатся люди на земле, охватят всех, вот будет катастрофа. Да ничего подобного. Хорошо. Ваша цель – это разрушить существующую финансовую систему. Все-таки, вот смотрите, у вас были МММ-доллары. Вы создали свою валюту МАВРО, созвученную с евро. Получается, что вы создаете новую финансовую систему. Правильно, конечно. Но это корыстно. Вы разрушаете старое, чтобы создать новое. Естественно. Новое всегда строится на обломках старого. То есть это современная финансовая система – дракон. Для борьбы с драконом может бороться только другой дракон. Поэтому пришлось создать пирамиду, вызвать другого дракона, который проживет старого. Но по всей очищающей пламени апокалипсиса сгорят оба. Финансовый апокалипсис. Но что вы предложите конкретно? Люди будут иметь на руках эти МАВРО? Это будет вторая часть вообще. Вторая часть. О ней еще говорить преждевременно. В свое время. То есть вы еще не раскрываете? Незачем, да. Потому что на самом деле там слишком много нюансов, слишком много факторов, которые заранее учесть невозможно. Там по-разному могут сценарию развиваться события. В зависимости от этого, так сказать, те или иные варианты второй части будут мной применены. Хорошо. Кто те люди, которые сейчас, сегодня вступают в МММ? Кто это? Ну вот посмотрите в зеркало. Вот это вот все обычные нормальные люди вообще. Ну все люди, которым нужны от 20 до 75 процентов в месяц. Вот это все люди, которые вступают в МММ. Вот мне интересно, кто не вступает вообще. Это люди, которым деньги сегодня нужны. Ну им надо, я не знаю, там, лечиться электричеством. Сколько, какой это возраст, сколько лет этим людям. Например, если это старшее поколение. Вот вы приводили пример о пенсиях, например, в свое время. Что у кого маленькая пенсия, тот вступает в МММ и получает проценты. Но мы же знаем, что у старшего поколения часто нет интернета. И разобраться в системе сложно. Вы знаете, как неудивительно, но все разбираются. В общем, вот это как неудивительно. Мне пишут такие письма, что мне там 80 лет. И я вообще-то 80 лет научился пользоваться интернетом. У меня внучка будет. Вот серьезно совершенно, не шутяк говорю. То есть разбираются, когда речь заходит о деньгах, разбираются все вообще совершенно. А что касается возрастных и прочих категорий, все возрастные категории, и молодежь очень активно участвует вообще, и пенсионеров много. Ну все абсолютно. Вот посмотрите опять-таки на сайте. Молодежь, кстати, очень активно участвует. То есть совершенно. Вы знаете, люди в системе меняются к лучшему. Вот это как ни странно, это отмечают все. Вот люди, вступая в систему, становятся как бы добрее. Вот они хотят помогать другим людям. Вот это все отмечают, что сначала вступают ради денег, естественно. Но по мере того, как они участвуют в системе, понимают, что это что-то хорошее, доброе, светлое, то им тоже начинает хотеться что-то делать хорошее. Я завалил письмами о предложении о благотворительности, что люди вот сами, причем готовы отчислять свои проценты на добровольной основе, на благотворительность и прочее. Просто удивительный факт. Вообще люди сами по себе хорошие, просто они в нечеловеческих условиях. Попадая в человеческие условия, они опять к ним не становятся. Только всего. Бывали случаи, когда десятники или другие руководители ячеек, сотники, тысячники, все-таки исчезали с деньгами? Нет, единичные случаи буквально, единичные. Случаи, не могу я цифру назвать, но немного. Но вот у нас в государстве, понимаете, в МММ все основано на доверии. Нет никаких бумаг, там, обязательств, гарантии, просто в доверии. И это работает. А вот наше государство, да и ваше. Сплошные бумаги, гарантии, обязательства, все, подпись, печать и тотальное воровство, вообще. Совершеннейшее, вообще, вот реалия опять-таки. Но я хочу сказать следующее, что если, например, с деньгами исчезает десятник, сотник, тысячник уже не может. Только десятник, потому что деньги только у десяток. Вообще нет денег, нет счета, там, скажем, общего сотни или тысячи. Есть только счет десяток, а сотник он только управляет десятниками. Так вот, если вы, например, попали в десятку, где убежал десятник со всеми вашими деньгами, это вас абсолютно не касает. Это все проблема системы. Это все равно, что в банке инкассатор убежал. Вам дадут другого десятника, у вас же есть мавра, вы на эти свои деньги купили мавра. Мавра ваша от этого не считает, что десятник убежал. Вам дадут другого десятника, и вы как-то обратитесь к сотнику, сотника выделят там решат, и дадут другого десятника. Вы, как участник, от этого не пострадаете. Руководители ячеек, они проходят тренинги. Что это за люди? Они работают на проценте, у них есть зарплата. Они работают на проценте, то есть они получают процент от оборота всей десятки. 5% от оборота всей десятки. То есть это огромная сумма. А вот, например, у сотника еще плюс 3% от оборота всей сотни. У тысячника еще плюс 1% от оборота всей тысячи. Там получаются огромные суммы, люди покупают все BMW, яхты. Но им нужно привлекать новых участников? Нет, им не нужно привлекать новых участников. То есть это опять-таки, вот многие считают, что в МММ надо все время привлекать новых участников, там работать, бегать, да ничего подобного. Купил Мавра. Как работает МММ? Купил Мавра, это вот внутренняя валюта, она растет в цене. Темпами от 20 до 75% в месяц. Цену я сам означаю. Вот говорю, расти Мавра, и они растут вообще, слушаются меня. Так вот вообще, вы купили Мавра, и можете в любой момент их продать, хоть завтра. То есть вам не надо ждать месяц, год, хоть завтра продавайте вообще. То есть не нужно заранее предупреждать о том, что вы хотите получить деньги? Нет, вообще, вот как обычный доллар, вы купили, пошли, продали, хоть завтра. Так же и Мавра, купили, хоть завтра продавай. Поэтому, вот это самое, если вы хотите привлекать, можете никого не привлекать, а вот просто получать процент на Мавра. Если вы будете кого-то привлекать, это поощряется. Вам будет даваться бонус 20% от каждого привлеченного, от суммы его первого вклада. 20%, это же много. Или 10% от всех последующих. То есть хотите, привлекайте, будете получать еще вот эти бонусы. Но не хотите, не привлекайте. То есть это дело важное. Это была первая часть эксклюзивного интервью засновника МММ-2011 за тиждень. Мы продолжим и поговорим не только о нюансах системы, но и о личном жизни Сергея Мавроди. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok